Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Более ста торговых объектов вдоль московского шоссе станут жертвами его реконструкции. Они располагались там, где по проекту запланированы развязки, тротуары или расширение проезжей части для остановок транспорта. Многие из этих объектов занимали площадь незаконно. Они попадают под снос в первую очередь. Магнолия увяла. Еще несколько минут назад хозяева кафе с поэтичным названием в спешке выносили отсюда свои вещи. Магнолия процветала на пересечении Масленникова и Московского шоссе. Сама постройка стоит здесь более 30 лет. Около 8 лет назад хозяином кафе стал Мнацакан Батрамян. Как выяснилось, в ходе проверки сооружение занимало землю незаконно. Лицензии на продажу спиртного не было. Да к тому же и сам хозяин не имеет разрешения на предпринимательскую деятельность. Не дали работать с постоянными вот этими проверками. Со всеми этими. Нам вчера дали две недели, чтобы демонтировать. Сегодня они технику загнали. Даже вот не дают вещи собирать свои. Можем оставить. Раз столько потеряли, это тоже потеряем счетом. Пару столов или тарельки. Однако правоохранители утверждают, последнее предупреждение о сносе сооружения было еще в феврале. С седьмого года он осуществляет свою деятельность. Но представьте, 8 лет ни свидетельства, ни лицензии. Прекрасно он все понимал, что объект стоит незаконно, владеет землей незаконно, и что им нужно в кратчайшее время этот объект снести с февраля месяца. Поэтому, я думаю, март, апрель, май, июль, ну почти полгода он имел прекрасную возможность все это реализовать. Незаконный объект вмешал и дорожникам, которые сейчас капитально ремонтируют московское шоссе. По проекту на этом месте будут тротуар и газон. Борьба с несанкционированной торговлей ведется во всем городе. Под снос попадают все незаконные объекты. Не только те, которые мешают работам по благоустройству. У нас есть задача, чтобы все объекты незаконные, все будут демонтированы до единого. В 2014 году за первые полугодия было вывезено 393 объекта. На сегодняшний день, с 1 января по сегодняшней дате, вывезено 950 объектов незаконных потребительских рынков. Работа продолжается. В планах убрать с улиц города еще более тысячи незаконных объектов. Айгуль Заганшина, Марина Отвейшина, Дмитрий Мешканцов. События. В общей сложности с начала года из Самары вывезли почти тысячу незаконных торговых киосков. В планах еще столько же. Глава администрации поручил взять под особый контроль вопрос нелегальной торговли. Приоритет должен быть в пользу местных производителей сельхозпродукции. Яркий пример ярмарки, которые уже вскоре начнут свою работу. Небольшой переулок между Домом культуры и спортивным центром в Кировском районе Самары. Свободный и ничем не примечательный. Это сегодня. Но еще несколько недель назад в этом месте кипели нешуточные страсти. Участок в несколько десятков квадратных метров на Каковской облюбовал неизвестный предприниматель и принялся возводить строение. Несанкционированную стройку обнаружили полицейские в ходе совместного патрулирования улиц с сотрудниками районной администрации. Нелегальным торговым площадям в Самаре не место. Несколько минут и строение превратилось в гору дров. Ликвидировали все, вплоть до фундамента. В борьбе с незаконными торговыми объектами принимают участие и городские власти и общественные советами к районам Самары. Демонтажу подлежат не только незаконные строения, но и небольшие торговые палатки. С силами городской администрации и полиции с начала года с улиц города вывезено более 900 киосков. Улица Нововокзальная – яркий пример работы. Прямо на остановке общественного транспорта располагался павильон, где некоторое время торговали выпечкой. По данным департамента потреб рынка, квадратный метр здесь это строение занимал незаконно. Теперь и оно отправится на спецстоянку. Мы наводим порядок, что город был чистым, благоустроенным, что бизнес был легальным, что человек, который прежде чем начинать вести бизнес, он был законно оформленный, земля была оформлена с соответствующими документами, правоустанавливающие подтверждено. В данном случае идет именно очистка города от незаконных нестационарных торговых объектов. Нелегальные павильоны ликвидируют во всех районах Самары. Так, в Куйбышевском активные граждане попросили избавить мини-рынок от самовольно установленных киосков. По мнению горожан торговля должна быть цивилизованной, а товар свежим. Глава администрации Самары Олег Фурсов подчеркивает, город поддерживает законное предпринимательство и цивилизованную торговлю, учитывает мнение жителей. Но нелегальные строения, накопившие претензии горожан будут вывозиться в первую очередь. Конечно, понятно, работа очень такая тяжелая, очень непростая. Десятилетиями сложились определенные формы работы. Город мы должны очистить от этих киосков. Очистить однозначно, другого нам просто не дано. Вопроса другого варианта нет. Я вижу изменения, которые в Самарском районе произошли. Сейчас по Ленинскому району надо выходить судебными решениями о попечатывании и запрещении торговли. Пока их не можем демонтировать, при наличии оснований, свидетельствующих о том, что они незаконно там расположены. До конца года с улиц Самары планируют вывезти еще 980 незаконных торговых киосков. Все объекты потребительского рынка должны быть легальными, благоустроенными и приносить доход в городскую казну. В августе начнут работать сельскохозяйственные ярмарки, в том числе и в новых местах в отдаленных районах города. Например, жители Куйбышевского района смогут приобрести товары местного производства в качественные и по доступным ценам на Пугачевском тракте в районе дома номер 13 на пересечении с улицы Нефтяников. Айгуль Зиганшина-Мариана, Мирная, Павел Пресняков, События. Безопасность на первом месте. В Самаре в поселке Красная Глинка продолжается капитальный ремонт путепровода через овраг угольный. Работы продлятся до 1 сентября. По словам специалистов, такого масштабного ремонта этого моста не было почти 50 лет. С начала его открытия наш корреспондент подробнее. Ремонт пешеходного моста в поселке Красная Глинка в самом разгаре. Работы, по словам подрядчика, идут с опережением графика. Согласно проекту, на этом участке длиной 103 метра уже заменено перильное ограждение, высота которого в целях безопасности жителей стала больше, а также деревянные балки. Укладывается деревянный брус, сверху будет уложена 50-я доска. Предварительно будет это все пропитываться специальными антисептиками, что позволит увеличить долговечность деревянных конструкций и придать огнестойкие способности данному материалу. Металлические конструкции подверглись тоже масштабному ремонту. Проведен капитальный ремонт двух береговых опор с заменой цокольной части и ремонтом основной металлоконструкции. Откосы с обеих сторон, с левого и правого берега, полностью заменены. То есть теперь паводок, ливневые стоки, они не окажут какой-либо воздействия на конструктивные элементы мостового перехода. Капитального ремонта этого моста не было уже почти 50 лет со дня его открытия. За это время конструкция изрядно износилась. В результате чего встал вопрос о закрытии путепровода. Но допустить этого было нельзя. Мост через овраг угольный эксплуатируется постоянно и, по словам жителей, поселка имеет стратегическое значение. Тут же все поликлиника, тут школа, так же дети ходят. Проще через мост пройти, чем до остановки идти. Быстрее по времени получается. Уже давно пора его было ремонтировать. Средства на ремонт путепровода были выделены из городского бюджета. Цена заключенного контракта – более 16 миллионов рублей. Капитальный ремонт планируют закончить до 1 сентября. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. О специфике производства, а также реформе местного самоуправления, говорил глава администрации Самара Олег Фурсов с работниками Самарского электромеханического завода. Предприятие производит автовспомогательную и медицинскую продукцию. В свою очередь, рабочие смогли задать главе интересующие вопросы. Самарский электромеханический завод по праву считается одним из символов нашего города. Глава администрации Олег Фурсов посетил предприятие, заглянул в цеха по производству автовспомогательной, медицинской продукции и компонентов военного назначения. После экскурсии по лабиринтам производства встретился с заводчанами. Сотрудники могли напрямую обратиться к мэру и задать свои вопросы. Дома наши стоят на болоте, и мы весной, осенью, в хорошей дождик тонем. Вот мы ходили в водоканал, бегали насчет этой ливневой канализации. Она нигде не стоит на балансе. Но геосъемка показывает, что она есть. Вот мы вас просим, разберитесь, пожалуйста, чтобы наши стеки шли туда в ливневую канализацию. И потом, ни тротуаров у нас, ни дорог. Мы даже просим, вот битый асфальт, привезите нам. Мы какую-то цену маленькую, но заплатим и сами положим эту дорогу. Ливневку поставил на баланс с Черепановым вместе. Пометьте, пишите, да, кто у нас фиксирует. По поводу асфальта вопросов нет, значит, ничего там платить не надо, вам крошку привезем, тоже пометьте, Василенко, Коновалов, асфальтовую крошку вывезти. Система управления города, которая функционировала на протяжении последних 25 лет, оказалась недостаточно эффективной. В городе немало проблем, которые необходимо решать в экстренном порядке. Так, транспортный парк Самары, который не обновлялся больше 20 лет, в этом году обзавелся новыми автобусами и троллейбусами. К началу следующего года на городских маршрутах будут работать порядка 200 новых машин. Также начала решаться проблема очистки снега. Была закуплена спецтехника, которая зимой сможет не только убирать в снегопады городские магистрали, но и заходить во все дворы и внутриквартальные проезды. Кроме того, активно идет работа по возвращению в муниципальную собственность отданных когда-то зданий школ и детских садов. За прошлый год больше двух тысяч трехлеток пошли в свое первое учебное заведение. В следующем году еще три с половиной тысячи дошколят отпустят мам на работу. Впрочем, городские проблемы можно разделить на глобальные, общегородские и местного значения, такие как благоустройство детских площадок, ремонт внутриквартальных дорог. Реформа местного самоуправления как раз и направлена на то, чтобы районы администрации могли, оценив обстановку на месте, выслушав пожелания жителей, адресно подходить к решению вопросов. Для этого в каждом районе Самары будет сформирован свой собственный бюджет. Бюджет – это налоги, которые собираются на территории района. В этом году мы приняли решение, что будет два налога собираться на территории района. Это земельный налог – 10% и имущественный налог – 50%. Они будут собираться и оставаться полностью на территории района. Из совокупности этих средств, собранных, район будет определять, на что же нужно потратить эти деньги в первую очередь. Может быть, на ремонт внутриквартальных дорог, может быть, на ремонт дворов, может быть, на пиловку деревьев или на развитие культуры или спортивных каких-то сооружений. Это решает сам район. Для того, чтобы решения были прозрачными, и создаются районные советы депутатов, чтобы ни один человек в лице главы района распределял бюджетные деньги, а направлялись они коллективно на самое необходимое. Это и будут реальные рычаги управления на районном уровне, резюмировал мэр. Айгуль Заганшина, Мариана Мирна и Артем Сулайманов. События. В Самаре продолжается текущий ремонт многоквартирных домов. В этом году к запланированному списку добавились еще две сотни зданий. Управляющие компании вышли с инициативой поощрить тех горожан, которые приняли активное участие в выборах 2014 года. О том, какие плоды приносит активная гражданская позиция, наш корреспондент. Пятиэтажка в переулке Долотной Куйбышевского района Самары. Плановый ремонт этого дома должен был состояться лишь в 2021 году. Но ждать еще шесть лет для жителей показалось долго. Узнав об инициативе управляющих компаний сделать ремонт в тех домах жильцы, которых примут активное участие в выборах, собрались вместе и проголосовали. Каждый житель должен голосовать и должен отдать свою позицию и голос, и участвовать в выборах. Сейчас в доме ведутся работы по ремонту межпанельных швов. В будущем жителям также предстоит самим выбрать, какой еще вид работ необходим зданию. Подобные работы уже завершились и в соседней девятиэтажке, и жители которой также появили активность на выборах прошлого года. У нас дом стал гораздо приличнее, и прилично на него посмотреть, не такой общарканный. И мы довольны, что произведены эти работы. Мы проголосовали великолепно, все 100% дружность, сходили на выборы, проголосовали за хорошего руководителя. Обязательно на выборы будем в первых рядах. С предложением делать ремонт в тех домах, где проживают жители с активной гражданской позицией, выступили управляющие компании в прошлом году. Областные власти инициативу поддержали. Из регионального бюджета направлено средства на ремонт более полутора тысяч многоквартирных домов и благоустройство их дворов. Так, в Куйбышевском районе отремонтируют 37 домов. Перечень работ входит в ремонт фасадов домов, ремонт межпанелей швов, ремонт подъездов и ремонт отмосток и подходов к подъездам. Всего же в Самаре ремонта в этом году ждут 204 дома. На работу дополнительно из бюджетов всех уровней выделено порядка 80 миллионов рублей. Поощрять наиболее активных избирателей будут и впредь. На ремонт могут рассчитывать дома, 80% жителей которых придут на выборы 13 сентября. Павел Бимаков, Константин Головин. События. Заасфальтировать дорожку, починить лавочку или привезти саженцы. Все актуальные вопросы местного значения стекаются в общественные советы микрорайонов. Жители оставляют заявки в приемных, либо озвучивают проблемы на общественных слушаниях. О том, что волнует людей в микрорайоне клинический, расскажем в нашем сюжете. Перекресток Мичурина и Ярошевского. Пару лет назад здесь установили знак пешеходный переход. А вот небольшой участок от тротуара к проезжей части облагородить не удосужились. Люди вынуждены ходить по газону. Постепенно сами положили здесь кирпичи, насыпали щебенку. Но полностью проблему это не решило. Неудобства у нас и грязь, потому что мы ходим по земле. Когда проходит дожди, естественно, это грязь. Лужи там и грязь, и тут и дети идут в школу. Общественный совет микрорайона клинический уже начал работу на этой территории. Именно сюда со своим вопросом обратились жители. По предварительной информации, улицу Мичурина в следующем году должны комплексно отремонтировать. Тогда все пробелы и будут восполнены. Вопрос запишите. Для чего? Для того, чтобы запросить сроки реконструкции раз. Если они вдруг по каким-то причинам на 16-й год не попадают, будем инициировать, чтобы там плиткой все это дело хотя бы выложить. Это, как говорилось в одноименном фильме, дешево, надежно и практично. Даже асфальт – это дорого и долго. Вопросы, которые нужно решить в первую очередь, поступают как в приемную общественного совета микрорайона. Звучат они и на встречах с жителями. Общественные слушания по благоустройству микрорайонов проходят в рамках проекта на связи с губернатором. Каждый вопрос от жителей общественники берут в работу и находят пути его решения. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков, События. С призывом «Вставай и беги!» обратились к жителям областной столицы приверженцы здорового образа жизни. Поучаствовать в добровольческом марафоне 4 сентября приглашаются все, кому есть 18. Особенно спортивный праздник важен для тех, кто мало двигается. Во главе марафонцев станет выдающаяся фигуристка Ирина Слуцкая. В преддверии грандиозного спортивного события журналистам рассказали, что ждет горожан на марафоне. Большой спорт начинается во дворе. Разминка, скакалка, пробежка, чтобы держать себя в форме, физкультура должна стать хорошей привычкой. Подруги Сабина и Саша спортивную встречу с известной фигуристкой Ириной Слуцкой ждали с нетерпением. Дружные команды размялись и пробежали по живописной Самарской набережной. Юные спортсменки уверены – отличная физическая форма, залог здоровья и хорошего настроения. Некий адреналин в жизни. Не просто сидеть дома на диване, а ходить куда-то и ради чего-то стремиться. Я чувствую энергию, какой-то позитив. Спорт мне дает какой-то позитив, энергию в жизни. Встать и пробежать дистанцию длиной в 5 или 10 километров сможет любой, кому есть 18. Общая протяженность всех трасс составит более 40 километров. Организаторы обещают – путь марафонцев будет сложным, но невероятно интересным. Самые быстрые и выносливые получат медали и памятные призы. На пресс-конференции, посвященной марафону «Вставай и беги», который в Самаре пройдет впервые, Ирина Слуцкая рассказала о пользе бега. Потому что поддерживает свою физическую форму, я сама бегаю. Не каждое утро, но стараюсь не пропускать, потому что функциональное здоровье и физическое здоровье, мне кажется, бег – это вообще основа всего. Марафон призван привлечь в первую очередь людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Работают в офисах, редко делают физкультуру. Ожидается, что основную массу спортсменов составят работники крупных предприятий. Участие в празднике бега обойдется в полторы тысячи рублей. Собранные деньги пойдут на благоустройство в Самаре спортивных площадок во дворах, строительство новых спортивных объектов, поддержку инициатив активных жителей. Чтобы ничто не помешало боевому настрою марафонцев, столица региона основательно готовится к спортивному событию. Мы организовываем судейство данного мероприятия, мы работаем над маршрутом совместно, мы работаем над организацией и в целом всей спортивной составляющей. Изюминку в общении организаторов марафона с журналистами внес мастер-класс по приготовлению полезной пищи. Доказать, что здоровый спортивный дух живет только в здоровом теле, горожане смогут 4 сентября. Для этого нужно просто встать и побежать. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Всего вам доброго и до встречи. Говорят, что долг – это бездонное море. И если ситуация в экономике России не улучшится, то к концу года каждый третий заемщик станет рыбкой в этом море. Потому что не сможет вовремя рассчитаться. Коллекторам уже очевидно, что многие граждане сегодня не справляются с долговой нагрузкой. Сегодня средний банковский заемщик в России в определенных сегментах кредитных продуктов до 45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту. При этом критическим считается показатель 50%. Отмечается, что с 2012 года в три раза выросла доля респондентов, не выплачивающих кредит из-за сокращения зарплаты. Правильно, некоторые говорят, что третья финансовая мировая война в самом разгаре. В ближайшие месяцы российские компании и банки могут столкнуться с дефицитом валюты на внутреннем рынке. В мае Центробанк купил более 2 миллиардов долларов, а в последующие два месяца взял с рынка почти 8 миллиардов. Это в два раза превысило приток валюты по текущим операциям. На фоне хронического оттока капитала частного сектора это усиливало давление на рубль. С 28 июля Центробанк приостановил покупку валюты, объяснив это решение желанием остановить ослабление рубля. Честно говоря, я уже перестал понимать логику Центробанка. Российский фондовый рынок открылся незначительным снижением котировок. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1691 пункт. Лидеры падения – акции ПИК, ЛСР, Роснефти, Акрона, ВТБ, Ростелекома, Сургутнефтегаза, Московской биржи и Сбербанка. Среди лидеров роста – бумаги НМТП, Фосагра, Мегафона, НЛ Россия, КАМАЗа, Распадской, ТМК и Башнефти. Торги на российском рынке открылись на фоне возобновившегося снижения цен на черное золото. Европейские и американские площадки завершили торги преимущественно в зеленой зоне. Фьючерс на американский индекс S&P опустился на азиатских рынках. Сегодня единой динамики не наблюдается. Спросом пользуются и японские акции. Курс доллара на 6 августа – 62,71 рубля. Курс евро – 68,14 рубля. Золф стоит 2190 рубля за грамм. Серебро стоит 29,28 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 49 долларов, 57 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! В Тольятти стартует всероссийская парусная регата. Анастасия Павличенкова попытается выиграть вашингтонский теннисный турнир в двух дисциплинах. Хоккейная «Лада» может проиграть кубок губернатора Нижегородской области. Хоккейная «Лада» потерпела второе поражение на кубке губернатора Нижегородской области. На этот раз от Салавата Юлаева. Уфимцы заработали сухарь, а сами забросили четыре шайбы. При равной игре счет в третьем периоде был 0-2 не в пользу «Лады». Это при том, что шайбы Салават забивал в большинстве. Третью уфимцы оформили в пустые ворота, а финальную за полминуты до конца игры. Поправить турнирное положение «Лада» сможет с хозяевами соревнований Нижегородским торпедо. Самарчанка Анастасия Павлюченкова и россиянка Алла Кудрявцева преодолели первый круг теннисного турнира в Вашингтоне. В тяжелейшей борьбе они победили французско-польский дуэт Ализе Корне-Магдулиннет 7-5-6-3. В четверть финале россиянки сразятся с хозяйками соревнований Джослин Ре и Анной Смит. Регата «Паруса дружбы» на кубок Дмитрия Кульбицкого стартует в пятницу в Тольятти. А чемпионы и призеры всероссийских соревнований определятся только через 10 дней. В личном зачете гонки проводятся с гандикапом. В каждой зачетной группе яхт определяется чемпион по наименьшей сумме очков, получаемых экипажем по результатам всех состоявшихся гонок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова